Это наше жизнь. Они очень серьезные. Механик-водитель боевой машины пехоты с позывным «Матрос» показывает то, без чего уже не обойтись на передовой. Говорит, выехать на боевое задание без средств радиоэлектронной борьбы невозможно. Иначе можно стать целью ударных дронов противника. Мы заехали на завдание, на цель, навелися на цель и даже не встали спрацвать, пострелять по ворогу. То есть, они начали падать дроны сразу. То есть, я посмотрел, их было четыре штуки уже, своей півдрона. То есть, наши рыбы, их начали оглушить. Один упал, колобег, и другой упал. Мы тогда решили, нужно втекать звезды, потому что мы просто не выйдем. Крайне за нами летело, майже километра півтора чи два догоняли. Но все-таки рыбка оглушила, то ввернулись целью славу Богу. Несмотря на все сложности, украинские военные продолжают оборонять город, который войска РФ пытаются захватить уже полгода. Свою пехоту противник не жалеет, говорят украинские военные. Каждый день тут так называемые мясные штурмы. Они занимаются, скажем так, тактикой, заняли инфильтрацией. То есть, они пытаются по двое, по трое, малыми группами заводить людей за канал. То есть, наша задача, как пехотного подраздела, это уничтожить врага, фактически не давать ему возможность, чтобы они накопить в нашей зоне ответственности. Район Часова Яра – очень сложный участок фронта, рассказывают украинские защитники. Из-за регулярных накатов противника логистика на этом участке усложнена. Поэтому иногда пополнять запасы помогают дроны. В условиях обмеженной логистики, то есть, этот дрон может перевозить как обеспечения, как боевой комплект, так и безусловно сделать эвакуацию. Людина, которая потребует вывезения, не может переселиться своим ходом. При всех сложностях военные говорят, сдерживать российскую армию на этом участке удаётся. Надеются, так будет и в дальнейшем.